Дамы и господа, добрый день. С вами компания «Инкитфинанс», меня зовут Архипс Андрей. Как обычно, в это время обсуждаем стратегии на фичерных опционах. Повестка дня у нас сегодня достаточно обширная, но хотят отрагивать, как обычно, все те вопросы, которые всех нас интересуют. Что у нас с рынком и что с этим делать? Начнем краткий экскурс в рынок. Вопросы давайте в чат, пожалуйста, в правом нижнем углу вашего экрана, и записывайте в нашем канале на YouTube адрес на ваших экранах. youtube.com.br Начнем с индекса РТС. Индекс РТС у нас, собственно, мы занимаемся такими вещами, которые в Goldman Sachs, скорее всего, охарактеризовали бы как снятие скальков. Поскольку мы с вами видим, пропиливаются уровни, которые достаточно четкие. Первый – это максимум от 13 ноября. Вчера до него дошли, чуть не дошли, но тут ясно было уже, что будут тестировать, да, разбили заявки покупателей, которые работают на пробитие максимум от 12-13 ноября. Ну и сегодня протестили стопики на минимуме от вчерашнего дня. Ну и, соответственно, сейчас идем в верхнюю сторону. Верх, поскольку особо факторов нападения у нас, ну, как бы факторы нападения, естественно, у нас есть. Да, с Грецией не все так хорошо, пока активных покупок у нас нет. Но желание покупать сейчас, на мой взгляд, хотя бы частично превалирует над желанием продавать, поскольку, да, активных продаж уже нет. Ну и я думаю, что в ближайшее время мои ожидания пока сохраняются на какой-то ограниченный рост. С технической точки зрения мы находимся около трендового сопротивления. Ну и можем его протестировать и вплоть до следующего трендового сопротивления, куда-то прошлого трендового сопротивления. Сейчас подсвечу на ваших экранах. Ростедово в районе 144 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Да, ну, один раз уже покупатели скинули, продавцов тоже можем сейчас скинуть, хотя продавцов тут я не думаю, что много открылось. Скорее, то, что здесь было по минимуму вчерашнего дня, это закрытие покупателей. Как вы можете видеть из истории фьючерс на индекс РТС, в частности, на частном графике, движения у нас никогда не начинаются безболезненно, прямо так вот сработало и пошло. Чаще всего это или какое-то ложное движение в начале, а потом уже нормальное, хорошее движение. Ну, или сначала затяжной боковик, соответственно, со множеством ложных выходов из него. Поэтому мы не будем расслабляться. И, собственно, опционы нам помогут избежать этих неприятных всех моментов с оснащением стопов. Так, ну, в общем, да, как вы уже поняли, мои ожидания – это на краткосрочный умеренный рост. Фьючерс на индекс волатильности тоже пока свидетельствует о том, что ожидаемый волатильный доложенный обзон в среднем находится на уровне 24% годовых. Это нам показывает индекс РТСВХ. Ну, и, соответственно, минимум, октябрьский минимум, нет, октябрьский минимум у нас все-таки все-таки значительно ниже, 23.43. Ну, сейчас, да, вот эту границу в районе 25 пробиваем и закрепляемся ниже нее, что, на мой взгляд, хороший знак. По улыбке волатильности, опять же, мы наблюдаем сейчас на декабрьских опционах смещение вертикальное вниз, связанное с ростом рынка, и минимальные страйки у нас на 145 и 150. Ну, да, минимальные платили снастрайков 145-150. Значит, что в этих… А, ну, давайте еще посмотрим. А, нет, не посмотрю. Так, и можно еще посмотреть, как у нас будет выглядеть улыбка на мартовских опционах. В принципе, средняя волатильность примерно, ну, не в том же районе, чуть повыше, где-то в районе 27, ну, там, где-то 26-27 пунктов. Если смотреть, так сказать, на глазок, среднее значение по страйкам. Но центральный, в принципе, отражает суть текущего значения волатильности. Вот, поэтому, да, снижение мы видим по всем фронтам. Ну, и тут хорошие сигналы на то, чтобы эту волатильность купить, в частности, через покупку колов с центральным страйком. На мой взгляд, как раз отличная возможность купить 140-х колов с декабрьской экспирацией. Про календар, про более долгосрочные тренды, в частности, про покупку декабрьских спредов я уже говорил, да, пока оставим этот портфель, как он есть, там, вроде как все хорошо. В более долгосрочной перспективе это покупка 140-х центральных колов с экспирацией в декабре. Если вдруг цена пойдет против нас, да, там, примерно до уровня 135 тысяч пунктов по фенчурсу на индекс РТС, то есть до следующего страйка, по большому счету это, ну так, скажем, на глазок достаточно далеко, то есть это ниже минимума ноября. То есть ниже минимума тут уже, я думаю, что при падении в этот район рождаемая влачность все возрастет, и, соответственно, это может комбенсировать те убытки, которые мы получим в случае движения цены базы в активы не в нашу сторону, то есть в сторону падения. Поэтому тут, в общем-то, можно будет потом этот колл проролировать или, например, сделать спред для того, чтобы через продажу коллов в связи с затратой на покупку опционов со 140-м страйком. В данной ситуации 140-м покупаем, 145-м продаем. Ну, пока я остановлюсь на просто покупке 140-м коллов и, собственно, посмотрим, что из этого получится через некоторое время. Точка без убытка по 140-м колам у нас находится на уровне 143 325 пунктов, ну, по сути, страйк с премием, да, 143, скорее, 490, 143 500. В условиях моих ожиданий это достаточно просто достижимая величина, подойти всего немного, около 3%, и за декабрь, я думаю, что вполне это можем сделать. Ну, в случае того, что будет, если цена пойдет против нас, я уже сказал, да, там на рост, тут пока особых вопросов не возникает, дальше ролирование, рост удержания или усиления, все будет зависеть от ситуации, в которой мы с вами окажемся. Но пока торговые идеи у меня такие. Так, рынок посмотрели, в общем, стратегии построили, полезную информацию, у меня, пожалуй, все. Так, отвечаю на ваши вопросы в чате, еще минут 5. Если вопросов нет, с тем прощаюсь. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами, встретились в пятницу в это же время, в 13.00 по московскому времени. Посмотрим, что у нас есть минуты на рынке. С вами был Архип Фандей, компания Кирфинанс. Всего хорошего и до свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...